Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир телеканала РЕН продолжает новости Анапы-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Уроки мужества. В преддверии Дня защитника Отечества полицейские встречаются со школьниками. На встречу друг другу наш город может стать главной площадкой Года Греции в России. Анапа-вперед! Медали высшего достоинства по художественной гимнастике в копилке наших спортсменов. Почтовое отделение с их очередями и неприглядным внешним видом нередко становится поводом для жалоб Анапчан городским властям. Глава Анапы Сергей Сергеев во время рабочего объезда побывал в одном из таких отделений, а затем дал ряд поручений службы. Маршрут рабочего объезда мэра в этот раз прошел по адресам, указанным в обращениях Анапчан к Сергею Сергееву. Отделение почты на улице Лермонтова, 80, начиная со ступенек и входа, производит впечатление запустения. Сегодняшние посетители охотно делятся с Сергеем Павловичем проблемами, с которыми они здесь сталкиваются. Надо не ставить оператор, минимум четыре надо, чтобы обслужить такой массой. Для того, чтобы четыре, надо зарплату платить? Я знаю, но это же надо ставить вопрос. И дальше, ну сколько же можно не деваться? Я живу в этом доме. Почту, записывая прессу, они приносят два раза в неделю, в среду и в субботу. Сергей Павлович, ну это как бы, ну вот, вы сказали, ну что, это просто революция. А что, конечно. Ну, какой-то революция. Они не сделают, это только мы, если сделаем. Почему она два раза в неделю носит? У нее зарплата 6 тысяч рублей. Я не понимаю. Ну что-то надо делать, ничего-то такое, как в скрепку приходишь. Ну правильно, делать что-то надо. Сотрудники почты о грехе в обслуживании и внешнем виде помещения объясняют, конечно, нехваткой финансирования. Вот и получается хата с краю. Но глава НАПО с таким подходом не согласен. И на планерном совещании дает поручение своему заместителю, Анжелике Базуновой, взять на контроль обращение жителей. Значит, собирайте совещание, приглашайте, то же самое, как по Лермонтову 80. Заплеванное, грязное, как ногами по стенам стучали. Неужели, я понимаю, что они уже до того, да, зарплата маленькая у операторов, у почтальонов, но в субботу принести известь и побелить помещение, в котором я работаю, я бы, допустим, там не смог сидеть. Во-первых, они этим дышат сидят. Во-вторых, вот это вот все давит. Освещение, если Роспотребнадзор попросить, там люди в очередях стоят, освещенность там ниже нормы будет в три раза. Неужели нельзя на стену повесить телевизор и поставить три банкетки, чтобы человек мог включить «Россия-24» и пусть новости смотрят целый день. Уже как-то по-другому будет, уже уютнее будет в помещении. Но что ж там вешать, там все это, ну, в последний раз белилось, наверное, лет 15 назад. Чистота и порядок, создание элементарных удобств для людей – дело незатратное. Уроки мужества, встреча сотрудников полиции и ветеранов органов внутренних дел с учащимися прошла сегодня в 6-й школе Анапы. Полицейские рассказали об истории работы полиции и милиции в разные времена, о том, какую важную роль в охране общественного порядка они выполняют. Это мероприятие дало старт ежегодной акции «Неделя мужества», которую проводят в отделе полиции города. Она будет продолжаться до 23 февраля. Акция направлена на патриотическое воспитание молодежи. В рамках акции проводятся встречи с учащейся молодежью, выступления перед ними сотрудников милиции, ветеранов органов внутренних дел. Патриотическое воспитание по сравнению с существованием в Советском Союзе в определенный период времени пришло в упадок или отошло на второй план. Сегодняшнее событие в мире, состояние страны показывает, что патриотическое воспитание – это неотъемлемая часть государственной политики. Ожидается, что половина избирателей, которые проголосуют в Анапе на предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму, будут молодые люди до 35 лет. Об этом представитель муниципального избиркома сообщил на встрече с будущими правоведами, которая состоялась сегодня во Второй городской библиотеке. По словам Олега Реднова, политическая активность молодых людей выросла из-за того, что появились их ровесники, которым не безразлична судьба города и страны в целом. Если в 2010 году на выборах в Горсовет было лишь два кандидата в возрасте до 35 лет, то в 2015 уже около 30. Раньше молодежь обычно не принимала участие в выборах, то есть там принимала, ну если процентов 10-15, то это потолок. Ну в сельских округах, конечно, побольше принимала участие, а в городе молодежь была неактивна. Сейчас наоборот, у нас большую активность молодежь проявляет. Если местный уровень выборов 2010 год, это самый ближайший до этого местный, у нас молодежи принимала, я же говорю, 15 процентов, 10-15 процентов. Избирателей. Избирателей. Сейчас уже в районе 40. Она поготовится встретить год Греции в России и год России в Греции чередой культурных, исторических, спортивных и молодежных мероприятий. События последуют одно за другим. В нашем гостеприимном городе побывают греческие общины Краснодарского края, творческие коллективы, политические и общественные деятели Крыма, Севастополя, Греции и Кипра. Начало года обмена традициями между нашими странами будет положено 8 марта. В праздничный день в Анапе пройдет открытый легкоатлетический пробег по песчаному побережью Дзюны Гаргибии. А затем вплоть до сентября фото-выставки, музыкальные фестивали, зрелищные театрализованные представления, праздник урожая и греческой национальной культуры. Полная программа мероприятий будет опубликована на официальном сайте администрации города-курорта, а также в газетах. Городские власти оказывают помощь в организации мероприятий. Анапская местная греческая община, предпринимательское сообщество Витязева берет на себя расходы на встречу гостей. Первый представительский визит наших зарубежных партнеров состоялся во время проведения выставки «Ханапа. Самое яркое солнце России». Впечатления у гостей самые лучшие. Надо и впредь держать марку. Сегодня в администрации прошел очередной оргкомитет по подготовке к открытию года Греции в России и России в Греции. На той встрече, когда проходили здесь в муниципальном образовании, при встрече нашего главы Сергея Васильевича, и когда был генеральный консул Греции по городу Новороссийск, Франкиско-Скустр-Ленис, то мы все поняли, что год серьезный, год ответственный. Поэтому в конце года будет подведение. А год настолько насыщенный мероприятиями, что, честно скажу, это вызвало удивление даже у наших соседей, у наших коллег. Мы такое же мероприятие провели недавно в Геленджике. У них тоже большой обширный план, но то, что наметили на территории Анапы, это, конечно, объемно. А вот сам генеральный консул Кипра, он был у нас в гостях, и ярмарка впервые, она уже международная. И его мнение, что он не ожидал такого, он думал просто ездить на какое-то мероприятие, но высказался, что ему это очень все понравилось, и ярмарка действительно произвела на него впечатление. И у него уже есть мысли о дальнейшем сотрудничестве бизнеса туристического нашей Анапы и вообще побережья и Кипра. Это уже здорово. На Кубани открыли горячую линию по вопросам ЕГЭ. Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Краснодарского края, по горячей линии можно задать вопросы по процедуре экзамена, оформлению заданий, организационных требований и о нарушениях на ЕГЭ. Школьники выпускных классов и их родители могут обратиться за консультативной помощью по телефону в Краснодаре 8 918 189 99 02 и 8 код города 861, телефон 236 45 77. Линия работает по будням с 9 до 18 часов. Номер телефона федеральной горячей линии 8 код города 495, телефон 984 89 19. Открытое первенство Анапы по художественной гимнастике прошло в эти выходные в детско-юношеской спортивной школе номер 10. В соревнованиях приняли участие команды Анапы, Новороссийска, Краснодара и Темрюкского района. Более 150 спортсменов боролись за право выступать на первенстве Краснодарского края. Гимнастки нашего города в разных возрастных группах завоевали два первых места, три вторых и четыре третьих места. В групповых упражнениях две первых и четыре вторых награды. По сообщению Кубанинерго, завтра, 17 февраля, в связи с проведением ремонтных работ с 14 до 17 часов будет частично прервано электроснабжение в Субсехе, Бужурии и Гайкадзоре. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РЭС 542 22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие Меркурий-2 приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин